Вот стоите сначала столбом. Много разных столбов бывает. Есть столбы для накопления силы физической. Вот можно в Чэн Бао постоять. Можно в Фуань постоять, можно вот так постоять. На самом деле нет такого, по-другому они делают. Вот, поэтому, когда вы сами занимаетесь, каждый столб у вас рождает какой-то вид усилия. Вы чувствуете, что следующее движение сильное, из этого столба рождается какое-то движение. Поэтому невозможно, говорит, сказать, как перетекает столб в какой-то шили. Сейчас продолжим. Вот старики как занимались у них. Старики раньше никогда вообще для всех не объясняли дзиры, усилия. Они просто рассказали траекторию. Вот надо делать так и так. Встали в столб Чэн Бао, он с акцентом говорит специально. Спросишь, что же за столб-то? Он сразу раз уже стоит в Фуань. А он говорит, а зачем надо стоять в Фуань? А смотришь, он уже вот в этом Тхебао стоит. А они говорят, а в Тхебао что же там подымают и обнимают? Говорят, да нет, он вот так уже стоит. Только спросишь про это, а он уже раз вот так стоит. Вот, а потом он спросит, что же я учился? Он говорит, я все отдал, все показал, вы же должны радоваться. Вот, еще не успел спросить, а он уже на другое ответил. И вот так получается, что в общем они их мутили воду. Вот, у него другое, он дает настоящее по этапам разложенное понимание. Вот, постояли Ченбао. Требования к движению вы выучили. Научились, как искать, что искать, как щупать, получилось все. Возможно, это уйдет месяца два-три у вас. Поискали в этом столбе, тоже все поискали. Вот, после этого Тхебао делаете. Поэтому здесь не надо переходить одной части к другой части, к третьей и так далее. Здесь надо делать каждое упражнение, чтобы оно давало результат. Вот это главное здесь, а не переход от части к части. Вот, сначала постояли столбом. Поймали ощущение шарика, поймали усилие сопротивления во все стороны. Так вот он переходит на Шили. Начинает искать, есть ли в Шили. Нашел силу вперед-назад. Вот, минимум 15-20 дней, чтобы нащупать переход вот этот. После этого столько же времени уходит лево-право, вперед-назад, вверх-вниз. Это отдельно все натренировывается. Поделали, поделали, нет. Это он опять вернулся, как их старшие учили. Все показали сразу, сами не поняли, что. В конце концов, нету ничего, не остается в руках. Постоял, поймал в Шили ощущения. Пошел в шаги смотреть, есть ли у МОСХАБУ какие-то, что-то получается. Соединяет потом шаги с Шили. Можно и вращение это поделать тоже. Можно фуань на шагах поделать. Но делать надо одно за одним, отдельно нарабатывать. То есть получилось одно, и только после этого соединяет с остальным. Если одно не освоили, то дальше идти не надо. Здесь не сколько вы движения научились, сколько как вы каждое научились. В Китае говорят, мастерство не от времени занятий зависит. А если вы правильный метод использовали и делали верно. В Китае от времени и до 10-х. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...